Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Меня просят каждый день по интернету и при личных встречах прокомментировать выступление Невзорова Александра Глебовича. У него идет серия бесед, уроки атеизма. Я даю на это тоже как бы серию бесед, хотя мне это и не нравится, что я вслед за кем-то иду. Ну, так вот получилось. Называется «Открытым оком во свете Библии». Я разбираю, где он правильно говорит, где неправильно, потому что люди желают знать, даже неверующие, совсем неверующие мне звонят по телефону или в интернете. Где он говорит правильно, где неправильно, там мы проверить не можем, он показывает какие-то книги, их нет. Я отвечаю. Это у меня 17-я будет уже встреча. Евангелие от Иоанна 8.34. Называется так «Об РПЦ вере и религии». Я об этом и отвечаю. Иисус отвечает им «Истинно, истинно, говорю вам, всякий делающий грех, есть раб греха. Сын освободит вас, будете свободны». Это беседует Задорнов. Говорит об этом нисколько не лучше, можно сказать. Ну хорошо, мы если просчитаем, в следующем 18-м, я дальше посмотрю. У Невзорова даже больше данных, чем у Задорова. Тот вообще как будто с улицы сошел. Начинает обыгрывать слова «раб» и «сын». А вот если «раб», он обязательно нагадит в комнате царя, там, хозяина. А сын этого делать не будет. Он вообще ничего не знает. Тот хоть несколько дней где-то в семинарии, может, был, может, Библию в глаза видел, еще листал. Этот вообще ничего не знает. Вы откройте Библию, я сейчас вас проведу по ней, потому что мои занятия, комментарии во свете Библии. Не мое толкование. В Библии значение слов намного шире, чем в обыденной жизни у нас. Вот в чем дело-то. Что такое «раб»? «Раб» – это высшее звание, потому что я раб у Бога. А быть рабом у Бога – это больше, чем на земле быть свободным царем. В миллионы крат больше. И вот говорит, свободен тот, кто не делает грех. Поэтому кто? Да все во грехе. Мы все рабы, бываем греха. Но если сын освободит, сын – Христос. Благодатью Духа. Тогда мы свободны. А для этого есть три причины, Златоуст говорит. Первое – страх Божий не попасть в ад. Ну, может быть, на втором месте – это ожидание будущих благ, чтобы получить рай. Корысть тоже своего рода. Но святая корысть через добродетель для других. И третья – вспомоществующая благодать Божия, таинство церковное. Истинно законное священство в этом нам помогает. И вот читаем. Раб Божий просит у Бога прощения. Сын Божий делает свою судьбу сам, Задорнов говорит. И дальше говорит, как он обожает сало, ел сало. Да нам это нужно, что ты обожаешь. Ну, иди к адвентистам седьмого дня, они вас научат есть сало. Сходите к мусульманам, они вам аппетит разогреют на это сало. И перед всем миром это говорит, что нас свиноедами называют. Павел говорит, мясо не буду есть, пить вина, если я кого-то соблазняю. Перед верующими выступает, салом хвалится. Смешно даже. В первой книге Паралепоменом, 6 глава 49 стих. Будьте внимательны. И кто сможет, Задорнову Михаилу передайте это. Чтобы он не смешил и не позорил себя своим незнанием. Это не просто. Вы входите в иную сферу с верующими. Тут кривляне не поможет. Здесь на вытяжку надо стоять. Лишний раз не моргнуть. Так говорит Господь Бог. Слушайте небеса и внимайте земля, потому что Господь говорит. Книга Порока Исаия, 1 глава, 1 стих. Земля трепещет, и горы прыгают, и холмы падают. Все это перед лицом Господа. Бесстрашие приводит людей в другую сторону. Для очищения Израиля во всем, что заповедал раб Божий Моисей. Кто такой Моисей? Спросите у любого иудея, зайдите, если у вас нет Библии. Это вождь народа израильского, который дал им закон Моисеев. Который через Бога выполнил волю Божию, захватил эту землю. Прорубил ее по-человечески, да, жестоко уничтожил. Но это закон на Израиль. Сегодня спрашивает, эта земля кому принадлежит? Она принадлежала разным народам. Не нам утверждать. Но он пришел туда по повелению Божию. И они эту землю завоевали мечом. Теперь вернулись назад. И мне эту землю не делить. Потому что евреи мне не враги. Я каждый день за них молюсь. Чтобы Бог их помиловал. Вот этот обман, все деньги, где это. Меня это вообще не касается. С меня они ни рубля не берут. Я уже не раз говорил, что евреи высокого ранга у меня помощники. Они помогают и сами даже звонят и спрашивают, в чем вы нуждаетесь, какая помощь. Вот такую и Бог дает дружбу. Притом, не все они христиане. Я хочу показать, что слово подросток. Вот откройте словарь Ожигова Сергея Ивановича. Он говорит, что это мальчик-подросток. Ну подросток 12-14 лет. По Библии отрок имеет другое значение. Вот Лука 2.45. Отрок Иисус был в Иерусалиме. Ему было 12 лет. А вторая книга Сарс 2.21 и 18.15 говорит о том, что отроки это были оруженосцы. Они в армии призывались после 20 лет. После 20 лет. Дальше. Стражи, которые ночью не должны были спать. Смертная казнь будет. Это были отроки. Я назвал два места. Видите, какое разное значение. Послание Галатам 4.7. Апостол Павел говорит, посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследний Божий через Иисуса Христа. Тут имеет значение то, что мы переходим из состояния духовного. А сын не работает? Да, работает. И сын у отца как раб. Раб это высшее звание было в церкви. Где это написано? Апостол Павел мог исцелять. Он мог творить чудеса. Знал языки, все толкования. Но на первом месте он был даже, слово не апостол, а раб. К титу 1.1. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа по вере избранных Божиих и познанию истину, относящийся к благочестию. Познание истины только через святую жизнь. Человек, живущий грязной жизнью, он ничего не получает. Он думает, что что-то знает. Ты хочешь знать истину? Начни жить свято. И ты узнаешь, что Библия, она от Бога. А когда сюда заходит человек, не покаявшийся, грешный, он находит... Вы не знаете, сколько противоречий в Библии? Я читал разных исследователей. 150 тысяч разночтений. Тысяч! Я одно время провел специальные исследования, до одной запятой посчитал, сколько запятой, сколько знаков, сколько, каких букв, сколько... Вообще в каждой книге, кто желает, зайдет на наш сайт, там увидит. Точный подсчет. Но ни одна йота, ни одна черта не пропадет. Почему? Они дороже неба и земли, потому что Господь говорит. И силу слов Господних никто так, может быть, не знает, как сатана. Господь трижды отвечает, написано. И трижды сатана попятился. Желаете разговаривать с неверующими? Кто-то. Вы старайтесь держать в руках Библию, как якорь. И приводите места из священного писания. Сколько я вижу, кто беседует с невзором, священники, вообще Библию не держат. Если кто не знает еще, познакомьтесь со священником Олегом Стеняевым. Я пока лучше его слов никого не нахожу. Лучше его слов. Я его знаю немножко, я его в больнице навещал, он к нам приезжал по Теряевку. Так что он правильно поступает. Евангелие от Яна 15.15 Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Это означает, кто знает священное писание, кто движим Духом Божиим, он и раб, и сын, и друг. Лука 12.4 Говорю же вам, друзьям Моим, не бойтесь убивающих тела, и потом не могущих ничего более сделать. Это слово повторяется в Новом Завете 10 раз. Он называет нас друзьями и одновременно рабами. Никакого здесь противоречия нет. Иисус говорит, Матфея 11.19 Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадом и ее. Это слово 89 раз повторяется в Новом Завете. Друг. Кому он, друг? Мытарям и грешникам, которые каются. Даже слово раб не упоминается, потому что оно входит в него. А слово раб в Новом Завете 32 раза встречается. Матфея 22.12 И говорит ему, говорит ему уже на суде Божьем, пропащему грешнику, которого через мгновение бросят в огонь вечный. И Христос его называет не рабом, а другом. Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Значит, слово друг имеет еще какой-то нюанс, значение. Какой же он друг? Что твои друзья, Господи, в аду мучаются? Тебе не надо спорить, надо размыслить. Матфея 26.50 Иисус же сказал ему, Иуде, который пришел и говорит, кого поцелуй, того возьмите, потому что они не могли понять, который из них Иисус. Друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. Так что слово друг, если это не означает, что человек будет в раю и он будет сыном. Нет. Как у нас, товарищ Сталин. Он сроду не товарищ был, но по-другому нельзя было называть. А в другом месте господин, господин Битлер, Герр, Герр, Фюрер, как они называли? Да он не господин совсем, но это условное название. Матфея 24.45 Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Это раб. Хороший раб, конечно. Матфея 24.46 Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. А кто он сын? Да. Верующий в него дал власть быть чадами Божьими, сыновьями и дочерями. И эти слова не противопоставляются. Задорнов влагает в них смысл, известный ему со школьной скамьи. Надо развиваться, читать больше. Просить у Бога премудрости, а не выворачивать слова в ином значении. Матфея 25.23 Господь сказал ему, хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость, скажи господина своего. Лука 14.22 И сказал раб, господин, исполнено, как приказал ты. И еще есть место. Это рабы. Мы все рабы Божьи. Иаков 1.1 Апостол Иаков говорит, Иаков раб Бога и Господа Иисуса Христа. Он не боялся сказать, раб, а потом апостол. Петр 2.1 Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа. Иуда, апостол. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова. Римлянам 1.1 Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. О, когда узнают. Так у вас религия рабов, да. Раб свободный от греха. Но кто во грехах живет, он хоть тысячу раз, как родноверы, этим словом гордятся. А я свободный. А у кого ты сын, когда Бога, как за личность, ты даже не имеете, как Толстой? Вообще никому не молитесь? У кого ты сын-то? Перед кем ты отвечаешь? Ефесянам 6.8 Зная, что каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал раб ли или свободный. То есть это свобода на земле. Получить, быть отпущенником. Матфея 10.16 Вот я посылаю вас, как овец для волков. Надо это помнить. Яков. Братья мои, немногие, делайтесь учителями. Знаю, что мы подвергнемся большему осуждению. Берутся учить никого-то о верующих. Верующих. Но верующие-то не все, те, которые перед вами. Так, говорят, есть другие верующие, которые поистине верят, которые все оставили ради Бога. 1 Коринфе 12.28 И иных Бог поставил в церкви. В-третьих, учителями. Значит, Он ставит Господь в определенном порядке. И Фессианам 4.11 И Он поставил и пастырями, и учителями. А как Он их ставит? По избранию. Этого даже сектанты не знают. У них апостолы и учителя все одно и то же. У нас учителя церковные. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Затаус, Ефрем Сирин, Иоанн Крыштадский, Серафим Саровский, Иоанн Шанхайский. То есть всех канонизированные святые учителя, которые проповедовали. Это я отвечал на беседу Задорнова Михаила об РПЦЗР. Аминь. Во славу Божию.